Частный случай дружественной функции — это дружественный метод. Но помните, что метод — это по сути функция. То есть можно для одного класса объявить дружественным метод другого класса. Тогда этот другой класс сможет обращаться к закрытым полям первого класса только внутри этого метода. Таким образом мы сможем локализовать то место, в котором происходит нарушение модификаторов доступа. Давайте посмотрим, как это использовать в нашем первом примере с классами string и string buffer. В примере мы определяли класс string buffer дружественным классу string, а теперь мы локализуем это место, в котором можно нарушать модификаторы доступа и сделаем дружественным только тот метод append, в котором мы непосредственно обращаемся к закрытым полям класса string. Для этого нам придется немножко перемешать код. Я сейчас объясню, почему так происходит. Давайте начнем с конца, посмотрим на определение класса string. Определение класса string. Внутри него я должен объявить метод как дружественным. Для этого я пишу, что дружественным для данного класса является метод append класса string buffer. Здесь пишется полное имя метода, ну и сигнатура его. Для того, чтобы компилятор смог обработать данную строчку, к этому моменту должно быть известно определение класса string buffer. Потому что здесь я обращаюсь к методу, объявленному внутри класса string buffer. Для того, чтобы компилятор это знал, мы должны определение класса string buffer написать перед классом string. Давайте посмотрим на определение класса string buffer. Оно здесь нарисовано выше. Это необходимо, потому что иначе просто определение класса string не скомпилируется. Внутри определения класса string buffer мы должны в том числе объявить метод append, который принимает объект класса string. Но класс string объявлен и определен позже. Поэтому для того, чтобы данная строчка тоже скомпилировалась, нам нужно объявить класс string перед классом string buffer. Поэтому перед классом string buffer здесь стоит объявление класса string. Теперь давайте посмотрим, а можем ли мы реализовать метод append прямо внутри класса string buffer. Оказывается, что нельзя. И нам приходится здесь только объявлять этот метод. Почему? Потому что в этом месте класс string является только объявленным, но не определенным. И поэтому, если мы захотим обратиться к каким-то полям объекта типа string, то компилятор не будет знать, какие поля у этого объекта есть и произойдет ошибка компиляции. Поэтому объявление метода мы здесь можем разместить, а определение нам придется разместить уже после того, как станет известно определение класса string. Поэтому определение метода выносится наружу. Если мы хотим разместить это в хедере, то нам надо здесь еще написать ключевое слово inline. Иначе у нас потенциально произойдет множественное включение этого кода, то есть в несколько дней с компиляцией, и таким образом на этапе линковки произойдет ошибка, потому что один и тот же метод будет иметь несколько тел, и при этом он не будет объявлен как inline. В данном случае нам перед методом нужно написать ключевое слово inline, потому что этот метод определен не внутри класса, а снаружи.